Духа, души Сегодня мы имеем возможность не только стоять возле Голгофы, сегодня мы имеем уникальную возможность подойти ближе к Иисусу Христу, коснуться Его ран посредством причастия, которое мы будем принимать, посредством хлеба и крови, которая, как говорит Христос, сие есть тело мое, которое ломается за вас, сие есть кровь моя, кровь нового завета, кровь, которая очищает нас от всяких грехов. 53 глава книги пророка Исаия начинается именно такими словами. Пророк Исаия пишет, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Ибо он, продолжает Исаия, взошел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немочи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущий его безгласен, так он не отверзал уст своих. Какие особенные, воистину удивительные слова, которые проникнуты болью, исполнены грустью, которые пронизаны глубокой печалью. В этом совсем кратком отрывке из 53 главы пророка Исаии мы видим Библию в миниатюре, добрую весть во всей ее сути. В сегодняшний день хотелось бы, чтобы каждый, кто будет касаться страданий нашего Спасителя, позволил ему, чтобы наше сердце было проникнуто ощущением особенной глубины его переживаний, его тревог, его мук. Чтобы мы почувствовали все боли его, попробуем сегодня на себе почувствовать всю силу римских плетей, которые впивались в его причистое тело. Попробуем сегодня позволить нашему Господу коснуться нашего сердца. Забудем все, кроме одного, что ранами его мы исцелились. Каждый из нас без исключения является участником его бичевания. В действительности, оказывается, говорит Писание, это мы, я и вы, мы его ранили, мы проливали его кровь, это мы, острой стрелой нашего непослушания, наших поступков и непослушания пробили его сердце. Но верно также и то, что указано пророком Исаии, что его кровью мы исцелились. Сегодня, стоя у подножия Голговского Христа, мы увидим не только руки, но и ноги, и Бог нашего Спасителя, которые стекают красными потоками драгоценной крови, крови, пролитой за наши грехи. Несомненно, кровь Иисуса Христа – это самый драгоценный дар, который Господь даровал для Его Церкви. Хотя, к великому сожалению, не все крестьяне действительно понимают силу и цену этой крови. Мы много поем о крови Иисуса Христа, и вместе с тем многие верующие, к великому сожалению, не используют всю силу этой крови до конца. Страдания Христа начались задолго до Голговского креста, они начались из Гефсимании. Поэтому сегодня хотелось бы, чтобы мы вместе с Христом и учениками стали свидетелями того, что до определенного времени стал свидетелем обыкновенный сад вблизи Иерусалима – Гефсиманский сад. О событиях в Гефсиманском саду мы читаем у каждого евангелиста, но мы будем вместе читать из Евангелия от Матфея, 26 глава, начиная из 36 стиха и дальше выборочно некоторые стихи. Итак, Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 стих. То, что увидел своими глазами Матфей, он рассказывает. Потом, говорит он, приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимане, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбить и тосковать. Тогда, говорит имя Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И Аташет немного пал на лицо свое, молился и говорил, отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, так ли вы не могли и один час бодствовать со мной? Бодствуйте и молитесь, чтобы не пасть в искушение, дух бодр, плод же немощно. Потом 47 стиха, и когда он еще говорил, вот Иуда, один из двенадцати, пришел и с ним множество народа с мечами и кольями от пресвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас подошел к Иисусу, сказал, радуйся, рови, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простершил руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященника, отсек ему ухо. И последний, 56 стих, все же, все было, да сбудется писание пророков. Тогда все ученики оставили его и бежали. Гефсиманский сад известен для нас по многих стихах, по многих проповедях, известен для нас по многих песнях. И вот Иисус в Гефсиманском саду. Гефсиманский сад для Иисуса был одним из самых любимых мест, где он проводил определенное время молитвы, когда посещал Иерусалим. Например, евангелист Лука говорит о том, что Иисус по обыкновению пошел на гору Илеонскую, а другой евангелист Иоанн пишет о том, что Христос часто собирался там с учениками своими и молился. Довольно часто в одиночестве или вместе с своими учениками он проводил иногда целые ночи в молитве. В этом саду, говорят, росли маслины, из которых в пещере, которая находилась на территории сада, с помощью пресса изготовляли из маслин масло. Первые порции масла, которые были выжаты весом только одного камня, считались самими чистыми и прозрачными. Поэтому Гефсимания в переводе на наш язык и означает «пресс для маслин». Как никогда в эту последнюю ночь своей земной жизни Иисус имеет нужду молиться. Но где? Ну, конечно же, там, где Он все время проводил час в молитве, когда был в Иерусалиме, в Гефсиманском саду. Не задавали вы когда-нибудь для себя вопрос, почему Иисус выбрал именно Гефсиманский сад, а не какое-нибудь другое место для того, чтобы там начались его страдания за наши грехи. Возможно, потому что Иерусалимская гора, которая находилась на территории Гефсиманского сада, была тесно связана и с жизнью царя Давида. Именно идя на эту гору, в свое время Давид оплакивал своего сына Ависсалома, который поднял вместе с израильским народом бунт против своего царя. И вот Иисус, Христос, идет на ту же гору и в то же плача за бунт, который подняли люди против своего небесного Отца. Возможно, Иисус выбрал Гефсиманский сад, потому что впервые в Эдемском саду появился грех. И снова в саду, только в Гефсиманском. Христос должен принять на себя грех всего мира, пойти с ним на Голгофу, место искупления грехов. А возможно, причина довольно прозаична и проста. Возможно, Иисус выбрал место своих первых страданий, потому что это место, Гефсиманский сад, хорошо знал его предатель Иуда. Это обычное место, куда приходили все апостолы, в том числе и он предатель в свое время. И поэтому ему не нужно было искать Иисуса по всему Иерусалиму. Он точно знал, где будет Иисус. Это говорит нам о том, что Иисус сам добровольно пошел навстречу своим страданиям. Давайте вместе войдем в Гефсиманский сад. Давайте попробуем представить себя на месте тех учеников, которые были вместе с Иисусом. Вот Иисус из одиннадцатью апостолами приближается в Гефсиманский сад. Восемь из них он оставляет во входа в сад, трое из них берет вместе с собой. «Скорбит смертельно душа моя, побудьте здесь со мной и бодрствуйте», – говорит им Спаситель. Апостолы до конца не понимают переживаний своего Учителя. Через листья деревьев они видят, как Спаситель склоняет свои колени. Он склоняется ниже и ниже, и вот они увидят, что Он упал на лицо свое. А к ученикам долетают слова молитвы Спасителя. «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша, если я, впрочем, не как я хочу, но как ты». Ученики обескуражены. Что случилось с их Учителем? Что случилось с Христом? Неужели это тот же Христос, который только одним словом успокаивал бури, на море выгонял бесов и исцелял больных? Неужели это тот же Христос, который сказал мертвому Лазарю, «Выйди вон!» и тот вышел воскресшим? Что это было за ноша, под которой так тяжело согнулся Христос, и которая, несмотря на южную прохладную ночь, вызвала такой пот на Его лице, что Он каплями падал на землю? Это грех. Это мой и ваш грех. Это грех всего человечества. Грех – самая тяжелая ноша. Мы читаем Висайя, «Господь возложил на Него грехи всех нас, и именно здесь, в Гефсиманском саду, Иисус берет на Себя грех всего мира». И вот Христос лежит перед Небесным Отцом. Он молится в Гефсиманском саду, и лицо Отца, которое было любящим лицом Отца до сего времени, стало лицом грозного судьи, который судил за грех всего мира, который брал на Себя Иисус Христос. Гефсимания действительно для Спасителя стала настоящим духовным прессом, так что пот, выступивший Его, со лба смешался с кровью и падал каплями на землю. Вот в чем причина смертельной скорби Иисуса, которую Он испытал в Гефсиманском саду. Но вернемся к ученикам. Именно о них хотелось бы сегодня чуть больше порассуждать. Что они? Как они? Но мы читаем, сам Матфей пишет о том, что ученики уже давно заснули. Видать, сладко спали. И вот Христос приходит, пробуждает их нежным словом, говорит к ним, потом опять возвращается, молится. Они снова засыпают. Но что такое? Что случилось? Гефсиманский сад тихий и спокойно разрывает голоса каких-то неизвестных людей. Большая толпа врывается в этот тихий уголок сада. Горят факелы. Видно солдат с мечами и других людей, стражи и с палками. И вот в их предводителе, в тому, кто идет впереди их, мы узнаем еще одного ученика Иисуса, Иуду. Он быстрыми шагами приближается к кресту. Подходит и целует его, говорит, радуйся, рови. Поцелуй Иуды. В эту ночь и в последующий день Иисуса много били. Плевали Ему в лицо. Били полонитом, по щекам. Унижали. Надели терновый венец, который впивался в Его голову. И ничто Ему столько не причиняло страданий, как только этот один поцелуй Иуды. Поцелуй предателя, который обжег все тело и все лицо. Это был единственный поцелуй в мире, который не говорил, не был знаком любви, но был знаком предательства. Ученика, учеником Учителя. А дальше мы видим еще одного ученика Иисуса, который за креста говорит, «Я готов и жизнь свою отдать Петра, который размахивает мечом в Гефсиманском саду». Христос его об этом не просил. Буквально спустя несколько часов он просил его о том, чтобы он молился и бодрствовал вместе с ним. Но Петр этому не внимал. Он вытянул меч и отрубил ухо рабу-первосвященника. Какой, к великому сожалению, может быть печальный исход вот такой безрассудной ревности о Господе. И пример этого мы видим именно в Петре. И вот креста взяли и повели. А что же остальные ученики, которые находились там возле сада и в саду вместе с учителем? Написано так, все ученики, оставив его, бежали. Какой позор! Особенно после их обещания еще в эту же ночь положить душу свою за Спасителя, если нужно. Чувство самосохранения и страх перед обстоятельствами, страдания и смертью призвел к тому, что они просто бежали. Исполнилось пророчество. Порожу пастыря, и рассеются овцы стада. Давайте подытожим. Какой была наша жизнь на протяжении этого месяца. К великому нашему сожалению, не напоминало ли она поведение учеников в Гефсиманском саду? Возможно, кто-то спит. Духовно спит уже не первый месяц в церкви. Плоть немощна, так легко впасть в искушение. А кто-то поцелуем очередной раз предал Спасителя. Кто-то размахивал мечом и делал противоположное тому, что учил его Господь. А может, кто-то снова бежал. Но нет, увы, не от греха бежал, не от соблазнов, бежал от людей прятаться. Что бы они узнали, что я христианин. Ведь тогда так стыдно будет за сделанные поступки. Возможно, кто-то из присутствующих здесь думает, ну, наверное, вечеря Господня, ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы каплю. Но она освобождает и очищает от греха. К великому сожалению, я встречал таких людей. Они иногда уверены, что принимая причастие, причастие снимает грех. Увы, я готов разочаровать вас и сказать, это полная неправда. Причастие никогда не очищало никого от грехов, даже от одного самого маленького. Кровь Иисуса Христа. Только она единственная очищает нас от грехов. И только когда мы пред Господом исповедуем свой грех, только тогда готов Господь простить нас. Написано Иоанном следующее. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Апостол Иоанн в своем первом послании во второй главе с первого стиха добавляет и пишет следующее. Дети мои, это пишу я вам, чтобы вы не грешили. Если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает тот лжец. И нет в том истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он. А как поступаем мы? Пускай этот вопрос останется для молитвы, которую сейчас мы будем совершать. Пускай каждый из нас в нашей молитве не перед людьми, но перед Господом. Сердце наше откроет и позволит Иисусу, как написано в третьей главе последней книги Библии, в двадцатом стихе, позволит войти Иисусу в наше сердце. Я думаю, что каждый из нас слышит стук Спасителя сейчас в Его сердце. И наша задача только открыть дверь и позволить Иисусу войти туда. Он скажет все нам о нашей жизни, о наших поступках, о наших стремлениях, о наших целях, о наших приоритетах. Пускай позволит Господь в сегодняшний день после собрания выйти новыми людьми и с новыми целями. И быть подражателями в данном случае не учеников, но и Иисуса, который смиренно взял на себя все страдания ради нас. Аминь. Помолимся. КОНЕЦ